Ну, пасту-то надо менять, просто данной частоты процесса просто не хватает, судя по всему, для 60 FPS, 4K битрейта, плюс StarCraft процесса, часть желёт, естественно. Вот, поехали, в общем, игра начинается. Вердос против Спелсингера. Бой 7, шоу-матч, PvP, я не думаю, что он займёт много времени, обычно PvP в последнее время недолго проходит, а Вердос и Спелсингер любят играть какие-то чизы, поэтому не думаю, что здесь будет армада летать, но давайте посмотрим. Ну что, Спелсингер, Пилон Гейт, здесь у нас тоже самое, Пилон Гейт Увердоса. Газ, Спелсингер идёт в разведку, не угадывает с разведкой. Ну, тут ничего не поделаешь. А, два, четыре, что за странный вопрос, что у тебя за кумп, нормальный такой кумп, системничек такой железный, там кулера, видюхо там просто. Ну, а железе некогда. Погнали. Ну, а пруд? Ай-5, 4,670К. Так, пробочка приезжает сейчас. Куда она приезжает? Сюда приезжает Спелсингер, понимает, что просто не туда ехал, два респа подряд. Ну, а чё поделаешь? Ничего не поделаешь. Чуть-чуть ФП, АПМ давайте посмотрим у обоих игроков. ФП, АПМ, сильный. Вот этот, ну, он, правда, не на максимум работает. Просто вот, потому что у Димы, который мне прислал его из Томска, за что ему отдельное спасибо вообще, и видюхо, и вообще фактически системник мне человек прислал. Вот. Уже было тем летом. Ну, короче говоря, у него чистоту он более сильной работал, может, если немножечко погнать. Может, получше будет, не знаю. ТП-щику домой Мазаркор делает. Здесь Спелсингер пришёл, Пилона убить не получится. Вердос отогнал, Вердос собирается Никсу ставить. Спелсингер то же самое, абсолютно нет. Вообще одновременно это они делают. Вот, билды зеркальные, абсолютно. Оба шесть Сталкеров добавляют. Спелсингер бустит вар. Вердос только сейчас начал подгущивать. Ну, у Спелсингера чуточку пораньше вар будет. Вот сейчас у Вердоса роба заказано, у Спелсингера пока ничего не заказано. Сталкеры, Вердос... Против Спелсингера здесь против Спелсингера. И ещё сейчас дэмэдж Сталкером, но получает. В итоге Спелсингер ещё сейчас на повороте можно подрезать. Попытаться будет. Не стал Вердос... Спелсингер, простите, заходить на рампу. Иначе можно было бы сейчас отдаться нелепо. Пилончик пошёл, роба готова. Короче, роба Твайлайтом Вердос опережает Спелсингера, но ненамного. Роба у Спелсингера тоже заказана. Твайлайт чуточку позже. Продолжает строиться в Сталкерах Вердос. По робам одинаково. Да, варп от Спелсингера идёт в центре. А на медленный пилон варпчик идёт. Нужно... От центрей точно нужно на гиппи варпить. Почему? Потому что не критично. Она отсюда доедет сюда, но проявится она раньше. То есть, суть в чём? Почему центре выгоднее варпить на гей, чем на этот пилон? У Сталкера пофиг, например. Если он, например, здесь варпанётся, и через такое же время он придёт, как здесь варпанётся, то центре выгодно здесь. Почему? Потому что пока она ехать будет, она энергию будет копить. Юнит с энергией важнее, чтобы раньше появлялся. Так. Этот момент надо всегда учитывать. Вирдос на рампе ставит. Сталкеров 9 штук. Наблюдаю у него сейчас. Сентрей нет. Здесь сталкеров 6 всего. Зато 3 сентри присутствуют. Тоже 9 юнитов. Не иммортал успел. Сингера строится. По экономике 38-39. Экономика практически одинаковая. У игроков вирдос добавляет ещё один гейт. Ну, я не знаю. Кто атаковать будет, тот, наверное, вряд ли продавит. В данном раскладе при таком количестве юнитов, при такой экономике. Но вирдосу... Третий нет. Смотрите-ка, запиливает. Ну, что же. Посмотрим, посмотрим. Спеллсингера блинк бустится. У вирдоса не бустится. За счёт того, что у вирдос не бустится, у спеллсингера бустится. У сингера отстаёт. Он где-то на... Там 10 секунд. Чуть больше 12 было. Но он постепенно будет нагонять за счёт буста. Но вирдос тоже подбустил. Всё. В итоге 10 секунд. 11 секунд разница блинка будет. Ну и 11 секунд это фигня, в общем, поэтому... Я думаю, ничего здесь критичного не произойдёт. Иммортал спеллсингер подстраивает. У него уже второй строится. За счёт иммов, как раз-таки, если спеллсингер захочет выйти, например, проатаковать, можно продавить вот этот третий никсус вирдосу. Сбивает. Иллюзия вирдос. Но спеллсингер понимает, что у оппонента блинка уже есть. И у него через пару секунд тоже блинка доделается. Третий иммортал строится. Будет ли атака? Пока нет. Кстати, здесь даже без призма, в принципе, можно пойти вперёд. Спеллсингер подрезает об сервера вердосу. 47-53 по рабочим ситуация. Пользу вердоса. Опять же, третий никсус начинает раскачивать. Спускает всё вниз. Сейчас иммортал будет готов к вердосу. Но у спеллсингера это будет сейчас 3 иммортала. И посмотрите, что предпринимает спеллсингер. Всё, продумал вердос. Здесь оборону готовят к встрече. А то, что камни может оппонент пробить и зайти на хайграунд, вердос что-то не продумал нифига. Так, голосовалку просите, просите, кто-нибудь запилит. Ну, кстати, посмотрите, вердоса больше уже лемиточа. Вот третий никсус начинает оккупаться и спеллсингер зря, на самом деле, не прессует. Он не понимает, что происходит. Видите, у него нет информации о наличии третьего никсуса. Это очень важный момент. Вердос выдвигается вперёд. Спеллсингер что-то побоялся. Зря побоялся. Три иммортала. Ну, состав армии точно вердосовский. Тоже не знаю. 125-112, 60-48 парабам. По боевому лимиту близкая очень ситуация. Спеллсингера разве что имморталов чуть больше. Но сейчас у вердоса тоже. Так, вердос в чарж уже пошёл. Вердос идёт вперёд. Спеллсингер бою принимает. Билды неплохие. Пошли откуда и откуда. Ну, даже не знаю, кто здесь победит. Вроде как спеллсингер поначалу нормально дрался. Потом непонятно произошла ситуация. С филдами вердос наставил филдов. Один иммортал назад. Сзади где-то остался. Один вперёд вышел. В итоге вердоса больше. Спеллсингер пытается отступить. Отступить непросто. Сталкеры демажены. Часть погибает. Вердос заходит на хайграунд. Фокусит пилон сразу же. И отступает назад. Ещё отступил пилон. Фокуснул. Можно и продолжить давление. Не пофиг на этот таймварп. Сталкеры блинкаются. Но на оверчаж не пофиг. С оверчажем можно развалиться. Сейчас будет. Чаж. Овердос практически готов. Имморталы добавляются. Новенькие. По кдшечке заказаны. А вот у спеллсингера дестабилизатор. Если вердос это заметил, получил информацию, можно сейчас отступить. Архивы тампуаров. Архончиков вердос собирается добавлять. Но у вердоса такое гейтовое мясо. То есть без дестабилизаторов. Сейчас можно попытаться ворваться, кстати говоря. Доходит вердос. Пилончик подрезать. Кстати, вот агрессивный блинк сюда минус дестабилизатор. И можно набрать эту игру. Спеллсингер больше не добавляет дестабилизаторов. Пока. Но вердос не рискует. Правильно делает авантюра. То, что я предлагаю. Так, блинкнешься. Одного фукуснешь дестабилизатора. Сзади второй будет. Патрон прилетит в центр сталкеров. И все. ГГ пишем. Выходим. Та-да. Четвертый нефтус вердос заказывает. Здесь у нас адепт пришел от спеллсингера. Четыре пробки забрал. Зелки. А, не пришел. Он на призме прилетел. Я прошу прощения. Четыре пробки забирает. Спеллсингер. 150 вердосу. 120 спела. Архоны быстрее. Все быстрее. Грейды никто вообще не делает. Ни одного. Пвп, конечно, сейчас я часто замечаю, что, ну, играю в таком стиле без грейдов. Но, 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 с другой стороны, как раз эти грейды и могут зарешать. Особенно стилем таким, как вердос играет. С дестабилизаторами, ладно, они не критичны. Дестабилизаторы страхуют какое-то время. Но, когда ты гейтовым мясом играешь, с архончиками, с имами, там, без дестабилизаторов грейды, как раз-таки ключевой момент необходимый для победы. Так, здесь вердос, так видите, сталкера. Взял, побежал куда-то, полетел на чарже догонять. Ну, что, вердос с двух сторон заходит? Я, конечно, понимаю, что вердос с двух сторон заходит, но с одной стороны он зайдет, а со второй что в итоге? Со второй тоже заходит. Нужно принимать бой, понимает. Вердос идет вперед, спелсвингер, агрессивный блинк делает. Архоны подходят сзади, вердос сверху заходит тоже агрессивным блинком. Дестабилизатор на кдшечке, сейчас патрон закдшится, можно стрельнуть будет, спелсвингер видит, стреляет, дестабилизатор в итоге минус. Зилки спелсвингера дерутся, вердос ские подходят. И вердос задавливает, насколько я вижу, ПГ пишет, спелсвингер, нам цвета попросить поменять, нихрена непонятно вообще с такими цветами. 1.0 вердос. 1.0 вердос. Мы ждем карту, следующую. Иисус. Продолжение следует... 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 Странно, ничего не убил Вроде даже им Заходит Спеллсингер Под Вердос Аникс, убивает его Кстати, неаккуратно без Мазерпора Сейчас забрался Спеллсингер так сюда Иммортала чуть не потерял Вердос пытался спеллдону Мортала забрать У него это не получилось делать Иммортала нужно взять сейчас просто Сталкеры на блинке назад отступают Очень плохо, Иммортал по сталкерам нормально Там бомбит, но Иммортал все-таки падает В итоге Спеллсингер сверху проблевает Вердосускую армию Причем хлам проблевает И Вердос пишет ГГ сейчас Ну вот, пожалуйста, Иммортал не подстроил Грейлок не подстроил, блинк не сделал Был бы хотя бы у Вердоса блинк Уже совершенно другой расклад был В таких ситуациях всегда Какими-то технологиями нужно закреплять Масса сталкеров это бесполезно Абсолютно без Чисто гейтового По позиции, потому что ты проигрываешь Причем видел грелки Понятно, что с грелками может пуш пойти То есть, если ты не будешь иметь блинк Либо что-то, что грелок будет контрить И филды оппоненту Теаврус разберут в чистом поле Ждем третью Я же как Так, руины сероса сейчас создаем Ужessen с грелок будет Так, ремнистом Так, ремнистом Возьмите Для этого национальна Немного Возьмите И Так, не знаю здесь ли спелсвингер, я стартанул, он ничего не написал пока, возможно он отсутствует, сейчас посмотрим. Все он тут, отлично, спелсвингер тут, вердос взял красный, ну красный это тоже почти как синий получается, нормально будет видно. Ну что, будет 7-1-1, ребятки, как минимум три игры впереди нас ждет. Ну что, Нексус пошел. От вердоса Нексус 1, от спелсвингеров с эти два гейта, вердос на самом деле в рискованной игре, я вам скажу, игра, сейчас просто газ спелсвингер запилит ему, вердоса. Ну хотя здесь с Нексусом первым нет смысла газ пилить здесь, почему? Да потому что можно газ пилить вот здесь вот и спокойно добывать его на второй базе начать. Да вердоса не спеши. Так, вердос здесь на дальний, вот на дальний газ плохо, потому что Аракул может подшатать немножечко. Спелсвингер на мейне вердосу газ один пилил, кибернетчика здесь. Ну что, бустится вар, два сталкера строятся, будет ли пушить? Так, вердос третий гейт ставит, кибернет строится, ну что, три гейта это уже что-то. Здесь вар бустится можно и стар гейт, то есть можно подкушать. Сейчас сталкера плюс два заказано, можно, так, адептика одного спелсвингер решил заказать, зачем? А, даже двух. Во-первых, иллюзии дадут вижен, он будет понимать, что происходит. Во-вторых, можно будет развести оппонент своего, то есть иллюзии послать вот сюда, вот отсюда на мейн забежать, попытаться, а другими юнитами шатать вторую базу. У вердоса заказана сейчас мазеркор, сталкеры строят, сейчас двое штуки будут. Вот здесь у нас уже два сталкера стоит у спелсвингера, он заходит наверх, одного сталкера вердоса, смотрите, видит и на халяву, просто на халяву. Второй долго выходил, вот что боится-то? Вот сейчас надо было не отпускать сталкера, это пол победы вообще, вот такая ситуация. Почему? Прикиньте, два в два сталкера, а оппонент вам одного убивает, как бы, или вы оппоненту, то есть это уже как бы преимущество хорошее. И так здесь вердос отбивается, а здесь еще агрессия приходит, еще и сталкеры падают. Иллюзии адептов полетели куда-то к мейну там. Вердос, значит, пилоны какие-то пытается наставить, третий гейт готов. Оракул летит на мей, вот Оракул плюс три гейт пуш, это классика вообще, классика жанра. Подбустил вердос еще сталкера кибернетчику в арп, здесь пять сталкеров, здесь у спелсвингера четыре сталкера, пять сталкеров. И шестой подходит с мейна плюс два адепта, сталкеров больше. И Оракул спокойно прилетает сейчас, но здесь есть, кстати, грелк, ой, этот, мазерфор. Хорошо, тут пока вердос принимал мейн, заходят сталкеры, адепты, адепты пробок разводят сейчас. Оракул в итоге минус, у верча же все вердос потратил на мейне. Илончик нужно сбрить, похоже, очень на два ноль в пользу спелсвингера. Получается, у него пуш, конечно. Тут уже как ни крути, ггхэпичный ардос. Два-один, ребята. Четвертая игра на горизонте, четвертая карта Сумеречной башни. Константин Гоу. Как поддержать меня напрямую? Так. Можешь прокрутить под плеером, посмотреть просто. Там есть реквизиты мои различные электронных кошельков, там карт. Есть... Есть эти... В плеере есть значок рубля, где ты смотришь, где чат в окне, плеер в окне. Поделиться и поддержать канал. Такая хрень. Можно через плеер делать тоже с кошельков себе. Как-то так. Серж Дедмен поддержал ваш канал на сумму 500 рублей ровно. Я смотрю, не только у нас на авиационном зарплата в феврале не ахти была. Два дня подряд строчка поддержки пустеет. Спасибо, Серж Дедмен. Ну, последние... Спасибо тебе большое. Последние два дня просто... А, кстати, ребятки, я прошу прощения. Я забыл просто взять, мне же сегодня атаковую поддерживал. Так что она не совсем пустеет. Вёл я тебе тем самым заблуждение, надеюсь, что ничего страшного там нету. Вот как-то так. Надо, короче, офф, не впиливать потом. Все прям ба-бах. И такая крыль. Спасибо всем за поддержку, ребят. Константин, go. Ну, а ты разберёшься, я думаю, если захочешь. На авиационном, а что за авиационной, кстати. Смотрю тут... С авиацией много у меня связан. Людей. Я с ней никак не связан. Кроме того, что люблю её. Успелсингер пилит пилон на рампе на гейте. Строится зилок у Вердоса. Сейчас выйдет, начнёт пробочку бомбить. Здесь тоже самое, блок полный. Кибернетка готова у спелсингера. Зилок выходит. Оп. Вердос там чуть не переконтролил сам себя, но пробку всё-таки подрезал. Бычок-делок пошёл вперёд. Убивец. Мазеркорчик бустится. Старгейт у Вердоса, Старгейт у спелсингера играют зеркальные билды, но никто не знает о билдах оппонента, какие именно получаются. Спелл строит второго уже сталкера. Мазеркор здесь есть. Заходит зилок на рампу. Если у Вердоса выставить, можно убить его на самом деле. Зачем ты Вердоса отдаёшь вообще? Зачем ты Вердоса? Зилкота отдаёшь. Пришёл, дэмэджи наполучал. Ставится некст у Вердоса чуть раньше, у спелла тоже ставится. Фениксы строятся, никто не спешит лететь к оппоненту. Все рассчитывают на Оракула прилёт. Ну или просто надёжный более билд. Ну, ПВП не удивляйтесь. Шоу матч идёт 36 минут фактически сейчас. А счёт уже 2-1. Это ПВП, я думаю, что БО-7 может в час уложиться вполне. Да даже быстрее могло бы оно уложиться. Но что будет, на самом деле, увидим. После шоу матча я тормозну. Не буду больше что-то стремить. Отдохну, пожалуй. Так. Да, Константин Гу. Спасибо тебе. Вижу 1000 рублей на Яндекс. Ещё даже письмо не пришло. Мой термопаст. Спасибо тебе большое. Сейчас добавлю тебя. Прям приятно. Сегодня стрим небольшой. Вот так вот. Понял тебя, Серж Дедман. Ну, без работы не останетесь теперь. Не останешься, судя по тому, что заявляют о ТУ-160. И уже вроде как в следующем году какие-то первые двигатели должны быть для модернизации. Как я понял, вновь выпущенные. Меня это очень радует, конечно. Ну что, больше фениксов у Спеллсингера, между прочим, 5 в 4. Но овердос двух старгейтов строит уже. Спасибо тебе, Константин Гу. Ещё раз. Так, что-то Спеллсингер передумал пока пилон до конца добивать. Два старгейта там и там работает. Сегодня статс продемонстрировал, что можно пораньше флитбикон ставить и пораньше с флитбиконом делать рейндж. И, кстати говоря, у него очень даже эффективно это получилось. Как раз-таки повторение. Ну что же, а чем наши хуже? Чем Спеллсингер с вердосом хуже статса и соса? Почему будем так же не сыграть? Давайте посмотрим подобные билды в их исполнении, что у нас будет происходить. Вердос ловит адепта. Моментально минус адепт. Я поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Да, что-то мало донатит. Давайте, пацаны, кто чем может. Ава Император. Спасибо, Серёжа, за стримы. Холик Юпи. Не знаю, как правильно сказать. У вердосы флитбикон, у спеллсингера флитбикон, у обоих третий нексус. Стоят 10-10 фениксов. ХЗ тут даже как-то, тут на клик, если щиты фениксы разве что лучше будут драться. Может это спасти. Другого варианта я просто не вижу здесь. По АПМу. Свердосы АПМ значительно выше, а разницы нет особо. Зачем платить больше, как говорится. Не знаю. Ну, если есть АПМ, то меньше не сделаешь уже скорее всего. А, Халиб же, точно. Халиб же. Халик Юпи. Точно, Халиб же. Что-то я тут тупанул. Тупорнул, стопорнул. Спасибо всем за поддержку. Сталкере бегать. Здесь 4 стергейта. 4 стергейта у вердоса. Спеллсингер. Кстати, вердос что-то заказал атаку, отменил сейчас. Спеллсингер заказал армор. И вот, ребят, я не знаю, кто прошаренный, почему армор фениксом лучше, чем атака. Я давно это знаю, что армор лучше фениксом, чем атака. А, всё, по-моему, почему. Лучше, скорее всего. Хотя, не, почему. Атака просто это так. Против лёгких десятка. Сколько за грейд атаки дастся демеджей, я не знаю. Но 2 атаки, в любом случае, армор как минимум 2 демеджа будет забирать. Ну, в любом случае, если даже 1 демеджа плюсом даётся фениксу, то он равносильно армору получается будет. В чём смысл-то? Вот. Так что суть тут не в этом, видимо. Четвёртый Nexus Overdose ставит. Спилсингер по 4-й не ставит. У Спилсингера скоро будет армор. Спилсингера меньше фениксов. Рейндж уже готов там и там. У Overdose 4-х таргетов. Здесь 3-х производства, поэтому и меньше. Четвёртый Nexus Спилсингер ставит вдали. Кровочка ставит. Надо газ запилить. Вот Overdose 4-й раньше заработает. Это очень замечательно для Overdose. Так, фениксов у нас сколько? 23-20. Спилсингера меньше аж на 3 феникса. Это не очень приятный расклад. Я вам скажу, нужно аккуратней поэтому быть. Здесь 2 газа добавляют. Overdose сейчас уже всё заработает. Здесь потонок нет ни там, ни там. Вот. Хотя какие дарки, когда такое вложение фениксов идёт. Дарков тяжело вытянуть. Представьте, вот если кто-то в тухляка. А ведь разведки-то особо и нет при этих билдах. То есть как бы все боятся полететь. Потому что всё равно там воздуха много. Это отдача, да? Там иллюзии или что-то там ещё. И фотонок нет. Ну, просто, представьте, дарков тухляка. Построил 4 дарка до 3. Сюда, сюда, сюда. По одному прибежало. Пишем ГГ. Выходим. Так. Спилсингер подрезает сталкера. Пошёл в контакт. Принимает бой. У Overdose 0. У Overdose 0 грейды сейчас. У Спилсингера 1 армор. По фениксам 19. Так. Вердос побеждает. Вот. Спилсингер зря своих фениксов стэк сейчас собирал. Абсолютно точно зря. Почему? ГГ. Пишет. Потому что все фениксы сейчас давали залп в одного. Смысла нет. Урон теряется. Вердосовские стали полукругом. На местность через атаку кликнул. Они будут по-разному стрелять. Потери. Потери дэмэджа не будет такой. Это-то очень сильно могло зарешать сейчас. Несмотря на наличие армора. Поэтому. Ничего не получилось. В стейках нужно собирать. Когда ты там что-нибудь высмотрел. Мазер шип какой-нибудь висит там. Чтобы фокуснуть попытаться. Абсолютно. Спасибо всем, ребят, еще за поддержку. Что-то вердос не заходит. 2-2 у нас счет. Нинвай еще разок вердоса. Давай, браток. Давай еще разок. Вы можете не только мой канал, ребят, кстати, поддерживать. Можете поддерживать еще и шоу-матч данный. Есть в темах дня на Агудгейме. Есть в описании СК2ТВ. Там есть данный призовой фонд. На данный момент он составляет 4697 рублей. Вот так вот. Ну что, 2-2. Плотненько идут в этом матче игроки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Старгейт Второй гейт у спела на мейне ставится И третий гейт вошел Возможен какой-то даже выход, наверное, в перспективе Так, что-то нехтус будет ставиться? Нехтус будет ставиться Вердутся на пару секунд Ну, всё-то там на пару секунд пораньше И что бы донаты ЗП поднялись бы Ну, слушай, если бы я напрямую заинтересован Поднятии ЗП Всем почему? Потому что будет ЗП Вышли так и поддерживать Больше охотник Правильно? Как бы и на призовые, и на турниры Выделять кому-то интересно Да и, значит, у других будет больше Везде как бы Средств Что? Подгоняет Спеллсингер Мазеркор Вердутся тут сталкеров прогоняет Вердутся тут пытается снизу на халяву пилона убивать Кстати, можно вот сталкер здесь стоит Зашел с этой стороны, начал этот пилон бить Пока сюда перебегает, обошел сюда Ну, хотя тут с двух сторон будет беготня У спела строится грилка Сейчас гиты открываются Ну, каждого из них отдельного матча Я при всем желании каждого из них Никого из них не какну сейчас Потому что Вердос тренется Сейчас спеллсингер тренется И у спела уровень хороший Вердос уровень хороший сейчас Вот Процов достаточно много И уровень у них поднимается Понемножку У СНГшных наших процов Что не может не радовать Ну, наверное Стрэндж Наверное, по результатам Стрэндж еще посильнее Чем Вердос и спеллсингер сейчас Но Еще не вечер Хотя вот недавно Спеллсингер например Стрэнджа выиграл Вердос тоже Не значит это Что Вердос всегда Стрэнджа, например, проигрывает Ну что, пошел выход от спеллсингера Две грелки Сталкер боевого лимита Больше, чем у оппонента На золоте добыча серьезная Но Нет ни одного пилона Чтобы сюда варпануть что-то Вот эта ошибка очень большая Дестабилизатор полетел харасить Спеллсингер скапливается Здесь Вердос Мазеркор подводит Пилонов добавляет Тут Грелочки подлетают Нужно гвардия нарубать Да заходите спокойно на рамку В это время Так Заходит спеллсингер На рамку Так, пилон один Подрезать пытается Но минус стрелка В итоге Пилончик все-таки подрезал Мазеркор Подрезать не получилось Здесь что-то висит призма А вот залетает призма Ну Давай стреляй Куда стреляет Куда стреляет ХЗ, короче Не понял я этого выстрела от Вердоса Спеллсингер продолжает потом провыстрел Продолжает напрягать рамку Пилп поставил Вердос Ну то А, это спеллсингер пилп поставил, а не Вердос Прошу прощения Вот выстрелил Так, пробки в кучу Вот Это уже Ё-моё, восемь пробок за залп Вердос Великолепная ситуация 43-29 Парабам сейчас Стрелял Вот отсюда Вердос Зачем-то сюда патрон привел Зачем? На минеральной линии всегда больше рабочих находится Больше задела бы В этой ситуации точно Ну, в итоге гиты у нас добавляются Колоссы будут сейчас Уже с рейнджом очень скоро Спеллсингер второй старгейт запиливает Тут, наверное, даже не фениксы нужны, а грелки Но фениксы нужны для того, чтобы призму поймать Спеллсингер Он очень хочет это сделать С мейна нужно перевести на золото еще пробок Потому что спеллсингер Посмотрите сейчас на сколько 900 Там 50 Короче, на 400 минералов Больше добывает сейчас Спеллсингер И почти что на 50% Больше добычи Там процент на 40 У него выше Где-то была Наверное Есть Сейчас, правда, перевел Спеллсингер Немножечко подровнялась Сейчас Побольше стал добывать Со второй базы Строится Апсервис Таргейтов Две штуки И да, по две По две грелки строится Спелл Понимает, что сейчас Будет атака От его оппонента С двух баз Это колоссы Сталкеры Плюс там дестабилизатор Но по земле вообще Ни хрена нету Вся надежда На то, что грелки развалят Ну блин, здесь много сталкеров Грелки не смогут взять Вот так вот Нельзя просто так взять С тремя грелками И развалить 15 сталкеров Их даже не 15 будет А уже 18 сейчас То есть По 6 сталкеров На каждую грелку Это перебор Хотя их уже 4 штуки Сейчас будет Этих грелок Плюс 2 феникса Еще Плюс Оверчаж Ну тут-то колоссы и дестабилизатор То есть у вердоса Микс значительно сильнее Чем у спеллсингера сейчас Так, пошел еще варп Вердос тоже варп В сталкер Заходит крампи Колоссы идут вперед сейчас Нужно пилоны начинать Пилоны сбривать Пилоны сбривает Сейчас вердос Активно По мазурку Дэмон за сталкерами Выдал нормально Еще пилончики падают А в сервер Зачем-то вердоса отдал Правда стабилизатор Стреляет Минус гейт Пилон тоже минус Да варп еще идет Здесь какой-то сталкер Там у вердоса Отдался Грелки на разогреве От спеллсингера Ё-моё, как криво Он бой-то принимает Врубил разогрев Понял, что зря врубил И вместо того, чтобы Подсидеться Подождать новый Пошел вниз В итоге отдался Но это ошибка была От спеллсингера Плюс гвардианшилд Плюс здесь фронт То у вердоса хороший В чем суть Если здесь сидеть Грелочкой где-то сбоку Держать армию Вердос в горловину То лезет И его со всех сторон атакуют А так спеллсингер спустился И сам оказался В узком пространстве А у вердоса Великолепная позиция Вот таким полукругом Была Вот в итоге ГГшечка Ошибка от спеллсингера Фактически Вроде как Такая Не дико сильная Ну как это Дико сильная ошибка Это решающая ошибка Была Так что у нас там Шестая карта Орбитальная верфь Поехали Поехали Ну что 2-3 Овердос ведет Спеллсингер проигрывает Ну и матчпоинт уже Овердос Удачи А Удачи Затем Удачи Удачи Здорово, Боттлнэтч. Куда, что, куда. Как куда, что, куда. Не понял. Куда вы, откуда и куда. Я это знаю. Потому что Маша знает. Приветствую, Боттлуперсич. Хороший лудить там. Поаккуратнее быть с историями. А то не все понимают это. И я в том числе могу не понять. Поехали куда. Туда, куда-то туда. Спилслингеров один газ, так, три пробки. Второй газ надо начинать добывать. Выводится рабочий. Ставится кибернетка. А нахрена вплотную-то? Тяжело позицию будет занимать. Минуты на три сейчас редко сыграют, в принципе, поэтому время особое нет. Два сталкера строятся у Вирдоса. Прилончик за минералами. Третий пошел у Спилслингера. Кибернетка сейчас будет готова. Что он закажет? Тоже сталкеров, наверное. По экономике Спилслингер, безусловно, в плюсе будет. Но можно что-то Вирдосу предпринять. Сейчас агрессивное будет, я так думаю. Может быть, он что-то такое даже и сделает. Здесь сталкеры не бустятся. Поэтому Спилслингеровски обгонят понемножку Вирдоса. Да, вот уже на пару секунд обгоняет. Бустится варп сейчас немножко. Здесь пилончики. Две штучки от Вирдоса. Кстати, нужно срочно, нужно Спилслингеру ставить новые пилоны здесь. Иначе беда будет. Так, приходит сталкер Вирдоса. Начинает пилон Спилслингера напрягать. Третий пилон ставит уже. Вирдос еще здесь по пилонам атака. Здесь тоже оверчаж уже выставлять. Оверчаж выставляется. Талкера там набомбил. Овердос сейчас хорош. Пробил. Проблема у Спилслингера, ребят. Здесь еще один пилон. Овердос его забомбит сейчас. Еще ведь у него энергии больше на Мазеркоре. Потому что у него раньше был Мазеркор. И это совсем неприятно для Спилслингера. Он может игру проиграть эту. В принципе, тогда это будет минус шоу-матч вообще. Минус Мазеркор. Да, Спилслингеру просто не отбиться здесь. Это ГГ. Посмотрите, как Вирдос четко реализовал свое преимущество сейчас. Вот чего минус еще застройки плотные. И отсутствие пилонов. Да, пытается Спилслингер что-то сделать в ответочку. Ну и все, и ты под ударом. Под ударом Спилслингер. Экономика лучше, но и сделать ничего нельзя здесь, к сожалению. Пилончик еще выставляет. Оверчаж очередной от Вирдос. Причем там уже скоро опять 50 энергии будет. Да нужно стоять просто бомбить на рампе ГИТ-3. И нихрена не сделать будет. Так, не, я ни за кого. Вот он, конечно. Уверчаж. Есть еще один Уверчаж выставляется. Нахрена на этот апеллон. Вирдос бред делает. Вот на этот надо было ставить. Он больше достается. Пробки выводятся. Пробки падают. Сталкер минус. Минус все. В итоге Вирдос проходит внутрь. ГГ. Эпичный Спилслингер. 4-2. Вирдос побеждает. Ну что, ребятки. Вот такие вот дела. Где макро, это ПВП, ребята. А ПВП это не всегда значит, что будет макро. Ну что же. ГГ. ГГ. Поздравляю о Вирдосах. Сколько там у нас в итоге? Какая ситуация. Призовой фон. 1400 Спилслингеру. 3,288 Вирдосу. Короче, ребят. У меня сегодня есть дела. Так, мне звонил там. Звонили как раз уже. Я на этом прекращаю стрим, ребят. Вот. Завтра приходите. Все буду вас рад видеть. Завтра будет китайский турнир. Завтра GSL отсутствует. Вот. Поэтому будем стримить китайский турик. Голд Сириас. И, возможно, завтра постримаю первого Старкрафта. Ям Олеха. Потому что это нужно сделать. Я вижу, что завтра ни хрена нет. Поэтому, наверное, так и будет. Так что... А, блин. Мне же с холодильником еще надо заморачиваться. Короче, не знаю, ребят. Там все расскажу, что будет завтра. А на сегодня все. Прощайте. До завтра. До встреч. До новых. Время какое. А. Голд Сириас в 11 либо в 12 часов начинается. Сейчас я вам точно скажу. Через 16 написано. Так, 16. От данного момента 4. От ними 12. Да. Начало. Голд Сириас в 12 начинается. Так что, в 12 и увидимся. Хотя, предыдущие дни в 11 начиналось. Буду уточнять. Поэтому, там, следите, в общем-то, за анонсами в группу ВКонтакте. Вступайте. И будьте внимательны. Я сам не уверен. Либо 11, либо 12 сначала. Всем на связи. Всем пока. Пока.